Политолог Александр Разуваев комментирует Москва-Баку активизацию мирной политики премьера Армении. В течение трех дней премьер Армении посещал приграничные села Азербайджаном территории, где в рамках общения с жителями пытался объяснить необходимость и выгодность концепции мира с Азербайджаном и, как он это представляет, реальной Армении нельзя не оценить позитивно такие шаги в политике премьера Армении. Безусловно, налаживание отношений с Азербайджана, как и с другими соседями, с которыми имеются проблемы, а также улучшение качества жизни армянских граждан о бесповестке мира это принципиально невозможно, нужная и важная политика и ключ к успеху. Отказаться Армении от реваншизма, национализма, который и сегодня армянская оппозиция продолжает продвигать, было бы правильным. Национализм до добра еще никого не доводил. Задача номер один для республики Армения, нормализовать отношения с соседями, заняться развитием экономики, социальной политикой, отказаться от территориальных претензий к соседям, чем Армения очень долго жила. Это самое главное. Идей карабахского клана ни к чему хорошему не привели и сегодня не могут привести. Развал Советского Союза начался с Карабаха. Первым ударом по СССР был дашнакский национализм. Позиция сегодняшней оппозиции, идея реванша, это убийственная позиция. Оппозиции надо быть мудрой впрочем, как и власти, а она фокусируется на нереальных вещах, на реванша. Никто не пойдет воевать за Армению ни при какой власти. У Пашиняна, и об этом говорится давно, есть возможность открыть новую страницу истории для Армении. Он не относится к карабахскому клану и все события последних лет говорят о том, что он действительно может очистить Армению от националистических тенденций конструктивной и эффективной внутренней политикой. У Пашиняна есть козырь на фоне всех предыдущих руководителей Армении, он может возродить страну. И есть какая-то доля вероятности, что у него это получится. Но условия мир сконструктивное взаимодействие с Азербайджаном и Турцией. Он старается предпринимать позитивные шаги в мирном процессе с Азербайджаном, это факт. Взближение с Турцией. Для любого государства лучше иметь хорошее отношение со всеми соседями. Пашинян допустил проведение референдума по дальнейшему процессу делимитации границы с Азербайджаном. Он советуется с народом. Вполне возможно, что следующим шагом будет референдум по изменению Конституции и исключение из нее территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Ведь наличие территориальных претензий для инвесторов означает потенциальную горячую точку. Для своей страны армянский премьер пытается выбирать путь правильный, движение вперед. Единственное неправильное, это политика в отношениях с Россией. Сегодня власти Армении хотят, чтобы главным партнером страны был Запад. Вряд ли это правильный выбор. Важно, чтобы республика имела конструктивные отношения с Россией. Как известно, Армения не стала подписывать итоговый документ так называемого саммита мира по Украине в Швейцарии. Это нужно учитывать. Ереван не хочет больших проблем с Россией, хотя как бы скандально не звучало, стремится к ним. Действующий премьер, прозападный политик, политик очень хитрый, он намного хитрее, чем многие думают. И он пытается выстроить свою линию. Факты в том, что Россия ориентирована на конструктивное взаимодействие с соседями, экономическое сотрудничество, независимо от того, как себя ведет действующее руководство Армении. Мы выбираем дипломатический путь решения проблем. При этом мы видим, как с каждым днем Армения и Запад все более плотно взаимодействуют. Это и новый контракт между Арменией и Францией на поставки вооружения. И визиты представителей США. Для России и Азербайджана это не может не быть проблемой. Поэтому Никол Пашинян с политической точки зрения, такой и не ян.